всем привет мы в игре диска элизиум вот я думаю на секундочку мы зайдем в церковь потому что мы там вроде бы дела все закончили у меня появилась мысль поговорить обратно с тягу если он появится потому что мы ничего здесь сделать не сможем не можем вернее мы его не видим может быть как-то его можно было бы уговорить потому что ситуация такая что чтобы на пыльном стекле написаны какие-то буквы что ты там из него исходит конкретно а в чем речь мы вроде бы все посмотрели луч может быть он имеет ввиду было написано it это исходит из загрязненного стекла на нем на рис на пищу сохранились какие-то буквы от чего буквы стекла исходят если мы его щипать не можем да тяга нету к сожалению так что видимо тут закончится наше путешествие единственная проверка он там где-то сидит наверху видимо все решила ладно идем дальше может быть что-то как-то каким-то чудом позже найдем подход может кто-то встретиться на пути после 9 вечера было написано может ложиться спать сон восстанавливает здоровье и мораль а не понял это все что ли а нет пролезли мне показалось это море пошли камыши обнюхаем ничего подозрительного здрасте пожалуйста бункер машины с ржавейшими колесами перед вами строение которое закрывалось огромный подъемный механизмом даже мотяного большое внутри или большой механизм а цепь уходит в океан фиг пойми зачем дверь не открывабельная старая дверь со следами износа охраняет вход в эту в это помещение теоретически это можно было бы но это невозможный уровень 20 на самом деле если бы контейнер который остался в порту требовал бы тоже интерфейсинг можно было бы у нас четыре очка по моему или одну мы потратили 3 не хватило бы все равно потому что там нужно уговаривать а тут нужно силой вскрывать это красная проверка и нельзя будет повторить окно вы мы выбили на песком ветром с песком дверь очень долго не открывали но вы видите ручку ручка дрючка у нас даже плюс один нету потому что лом в руках почему эта штука закрыта это военная объект какое-то устройство которое они применяли и для чего они его применяли но упоминались в каких-то документах подобные сооружения на побережье лейтенант с интересом осматривает бетонный бункер который перед ним расположен мне говорили что они помогали переправлять вооружение и грузы через бухту должно быть для этого а но если по дну перетаскивать тогда понятно почему такой большой механизм 3 какие же мы никчемные здесь у нас ящичек рубашка риторика минус 1 эмпатия типа сразу зазнался белая рубашка мы работаем в офисе порт слышно мы получается к порту идем только с противоположной стороны где-то надо еще ловушки найти на загадочных насекомых будем ходить зигзагами чтобы не пропустить ничего потому что все таки ограниченное а тут видимо можно спуститься но мы не будем не надо бегать а видим это что все сигаретные курки марки томутури вы отмечайте про себя марку сигарет возможно это будет важно кто-то стоял и бочки прям об камень тушил вроде маяка а это что кто-то здесь давным-давно сжег костер море как прикольно сделано лед ломается я надеюсь без баллов обойдется сломанный заржавлен заржавлен заржавленный и поломанный пульт управления ретротрансионной вышкой вот этой сюда лезть слишком ржавая лестница чтобы забираться ага вышка использовалась для координации кораблей для прохода в бухту но уже давным-давно и редко не успел прочитать в общем на них находятся какие-то входные отверстия но с этой стороны с этого расстояния видимо тяжело сказать оба на галстук шарф опять я все мечтаю когда сделают рпг в котором все что мы носим даже с собой оно бы отражалось то есть вот мы идем и такой тюк тащим из него торчат халат китайский панама очки а у нас очки два энциклопедия шапку которую мы отдали тогда что и белая рубашка пола выглядит поношенной и слегка с запашком вы не сильно то удивлены но все таки слегка озадачены кто бы ее мог оставить в ящике в таком месте да и что за человек вообще мог носить такую рубашку должно быть это одна из загадок жизни которые никогда не будут разгаданы шарф легкий весенний шарфик пахнет мужским одеколоном в перемешку с дешевым стиральным порошком кто то видимо случайно его обронил возможно на свидании интересная фраза наденьте его если вы хотите а обмануть себя тем же тем что приходит якобы весна настроение видимо себе поднять имеется ввиду не знаю шиверс плюс один то что шиверс я все еще думаю что это типа как холод но может быть это мурашки в приятном смысле тут мы слегка конечно заинтригованы но ничего не можем сделать вот они ловушки которые надо проверить так кицураги ким аккуратненько ловушка у ваших ног разложена ловушка похоже та же самая модель что вы видели вам показывал морил не так давно та же сеть такое же плетение осмотреться осмотреться этому на камыши смотрим камыш печально покачивается шевелимым морским ветром и пригибается под тяжестью дождя похоже что камыш чего-то ждет шиверс вот они и пригодились здесь здесь ветер поработал потому что место открытое он дует с трех сторон да и холодно в это время года осмотреть ловушку кузнечки крапкаются и прыгают внутри ловушки озадаченные но не съеденные похоже ни одна из ловимых фазмид криптозоологических на них не позарилась кимки цураги какой сюрприз легенант улыбается не высокомерно с издевкой легкой в любом случае одно проверили осталось еще три черт я надеялся что попадется в первую не нужно смеяться ким я и не ожидал найти тут что-либо я просто помогаю горожанам и дышу свежим воздухом нет мы заинтересованы черт я думал что будет в первой нет ты не думал отвечает тим он смотрит на море затем на тебя и обратно укладывает ловушку на землю уйти уйти я не перестаю поражаться насколько игра сделана здорово тут столько мелких моментов сделано которые которые без которых можно было бы обойтись опа на пирс возвышается недалеко от вас на вас падает его тень он поднимается вверх а вот этот видимо мы тут были кстати мы сделали круг может быть не надо сюда уже идти дальше и тщательность которые сделаны необязательные элементы она покоряет нет да однако вверх 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 обойти мы не можем а наверное представляете если бы вот дверь открыли запустили механизм это скорее всего механизм который в контейнерах по дну перетаскивал в контейнере с чем-нибудь представляете как было бы интересно контейнера такой вытянуть ну и получается все сюда мы уже не можем пройти с этой стороны вон какой шпиль высокий я почему хотел Тьяга найти он же говорил что там маленькое отверстие в другой мир он мечтает когда-нибудь из него смочь напиться может быть у него можно было что-то узнать что помогло бы Соне а если поможет ей она получит то что она хочет свернется отсюда уйдет и тогда можно будет сюда уже запустить да вот этих оба на что такое и как мы сюда попадем цветной вода цветной вода да вы смотрите на воду окрашенную ржавчиной стой посмотри посмотри внимательно на свое отражение в грязной воде несущей химические стоки и переливающейся семи цветами радуги что ты видишь концептуализация это метафора всего лишь метафора это метафора это метафора важнее чем ты сам это кровь индустрии индустрии и ты видишь ее перед своими глазами она вытекает из города угольщиков и течет дальше по побережью и течет дальше по побережью и в дым загрязнение болезни что случилось механизм остановился западная реколианская индустрия основывалась на а была уничтожена разобрана перестала функционировать после войны сейчас это просто выцветающие мелкие точки на карте на ландшафте который потихоньку поглощает индустрию это прям картина бывших стран европейских восточного блока вроде Болгарии Словакии Словакии Польша была бы такая же но Польша на огромной дотации всю жизнь живет с Евросоюза ее сделали просто иконой что вот смотрите как можно хотите жить в Польше а отворачивайтесь от России что было Чехия, Болгария там были такие заводы в Болгарии даже оттуда станция была все закрыли у них сейчас кроме сельского хозяйства ничего нет и то никому не нужно в Чехии Хрусталь завод тоже исчез красивейший был очень популярный в Риге ВЭФ завод электронику делал сейчас кто слышал рижской да хоть какой нибудь электроники кроме китайской в общем напоминает физические инструменты нужно что-то делать с окружающей средой прямо сейчас не вижу проблем Ревакол переквалифицировался в индустрию сервиса официанты портье швейцар кушать подано в принципе их никто по-другому не воспринимал не воспринимает но имею ввиду никаких других планов на них не было западно-револиканская индустриальная база зэд сауми зэд сауми здесь серьезная серьезный недостаток работы по очистке по очистке риторика возможно ты решишь посвятить всю свою жизнь очистке источных вод ну вообще загрязнений но ты полицейский и тебе нужно заботиться о совершенно других делах но тешить себя такими мыслями время от времени ты можешь там мы были но там мы не дошли да не смогли пройти ограду на автомобильную стоянку сейчас хочу поговорить сначала с этой женщиной постирать ли нам куртку просто интересно появится нет такой опции о жилец полицейский надеюсь дела не задержат тебя до самой ночи чем я могу вам помочь тадам эту куртку нашел но она грязноватая не могли бы вы ее постирать я могу ее постирать произносит она быстро как осматривает принесенную вами в ужасном состоянии куртку но это займет наверное с полчаса не меньше я надеюсь вы можете в нее оставить на такой срок да черт возьми да физические инструменты нет нам нужно ее при себе иметь а то вдруг пригодится мы не готовы кимкицураги я бы использовал противогаз в следующий раз предверит такого выхода в поле говорит лейтенант почесывая тыковку конечно мы подождем а мы не можем уйти ладно давайте сюда посмотрю что можно сделать бац бац порвалась конечно она быстрее но блин да мы нашли ветровку должна вам сказать что я горжусь этой вещью она кивает возвращая вам куртку она она была грязна внутри точно так же как и снаружи надеюсь она вам еще послужит и сделает вашу жизнь немного легче спасибо спасибо большое даже не заплатили но идите колотить вот это бабуля дала а спротивление к боли на болевой порог халф лайт лайт всегда горячий минус один трама одет как чушка это ветровая куртка как защитный кокон помещает торс человека который надевает во вселенную карманов защищая от ветра воды грязи огня ничто не сможет его повредить огромная надпись стопроцентная синтетика гордо горит на груди таким образом она совершенно не пропускает воздух предупреждение вообще-то вещь не огнеупорно огнеупорно но хороша хороша она за место да вот она совпадает вот с этой штукой то мы костюм велосипедиста собираем кстати так он на альпинисты немножко похож у альпинистов правда поярче всегда снаряжение по известным причинам если будут искать чтобы ярко издалека было видно про подпись пока не будем спрашивать я хочу посмотреть куда можно отсюда еще пройти а да присматриваю за морем оно скоро успокоится я смогу выйти я уже чувствую как оно успокаивается что хотите офицер я меня попросили вашу подпись под документом между прочим там в море моя машина указать указать ей а она хотела бы пойти на свидание с другим алкоголиком но она стесняется сакима минус 1 ну давайте интересно что она скажет хотя нет пока не будем сначала потом поговорим про подпись здесь мы уже были мы это никак нам не помогло тогда возвращаемся и возвращаемся наверное до ворот изначальных а я не могу я хотел экстремально подлодкой переночевать а так как нам бабушка сдала квартиру а вот мы где можем переночевать нет и тут не можем машина ладно пойдем посмотрим может быть это выход на стоянку здесь получится ловушки еще одни так что то там было знакомая конструкция лежит в камышах еще одна ловушка морова придавлена камнем стоит как поставили осмотреться вокруг часть камыша покачивается часть изломана шелестит на ветру и настолько тихо это все происходит что вы даже слышите шум центра города который сюда едва долетает шиерс опять удаленная непрерывная песня она слышится здесь громче на этом на этой части побережья и такое ощущение что может быть даже приближается и снова холод снова здесь холодно осмотреть ловушки ловушка также наполнена паникующими кузнечиками никаких признаков зоологического насекомого внутри нет тимки цураги еще одна пустая ловушка лейтенант замечает больше по привычке чем желая уязвить продолжим поиски следующая будет удачная как тебе нравится прогулка лейтенант я вполне доволен о я всегда готов к хорошей прогулке о я всегда готов особенно в твоем обществе он улыбается и поднимает воротник тут ветрено снова снова осмотреться все то же самое видим какой-то бетонные а вот опять бетонные блоки которые валяются десятилетиями наверное в них дети играли здесь мы уже все видели пошли отсюда вот нам надо куда-то как-то вот так попасть вот сюда очки плюс эмпатия минус логика а пройти мы никак не сможем нам надо я не знаю зачем нам надо вот разведенный мост вот это грузовик скорее всего стоит вот еще мотоколяска и скорее всего наверное так тут не работает это как раз противоположный конец стоянки получается мы здесь осмотрели то уже порядочно практически все обошли посмотрим здесь может быть есть проход какой-то мы тут были но мало ли мы что-то не заметили нет то ли он он сюда уже не подходит это вообще что это дома такие или что это за вроде как дом но почему-то без труб нам бы еще ловушку одну найти что за звук что за звук что за звук мы тут мы были мы тут мы были я просто не помню в каком из домов мы были по-моему были не не факт не бойтесь спрашивать странные вещи а нет а нет хотите что-то сделать за спиной хотите что-то сделать за спиной Тиму Кицураги дождитесь когда он пойдет спать тим тим наш друг у нас нет от него секретов а если вот играть за плохого полицейского тогда да Ну как-то крылечко было на крыше Ну все Сделали круг Добрались до алкоголиков опять А это что опять В принципе Морл говорил хотя бы одну проверить Мы проверили две До того как вернуться Тут просто больше нет мест других И да конечно натуральная грязюка Тут есть проход Не знаю я вроде зачарован Не смогли ничего решить в церкви Это мужик с пацаном Ловушки не нашли А они все таки ушли домой Хотя бы это сработало На стоянку не можем пройти Никаких новых мест Тоже не открыли Вот она ловушка четвертая Эту ловушку было не так уж тяжело заметить Раз уж Когда вы знаете Что вам нужно найти В задачу криптозоолога не входило Хорошенечко ее спрятать Осмотреться За вами разрушенное здание Практически полностью покрытое камышами Которое защищает камыши от ветра Идеальное место прямо описывается для жизни Насекомого Ну и птичек там всяких Они конфиденциально шуршат на ветру И Вы слышите как по ним бьют капли дождя Осмотреть ловушку Ничего Только кузнечики И в этой тоже Абсолютно определенно Там нет никаких криптозоологических монстров Кимкицураги Пустая Такая же как и остальные Вздыхает он Еще одна По крайней мере нашли еще одну Его лицо раскраснилось от Сильного морского ветра Он Съеживается Чтобы перевести дыхание Ты устал ким? Не-не Я в порядке Не хотел жаловаться Просто Порыв ветра забивает окончание фразы Что там еще можно было А, все Нифига себе Жестко как Мы не смогли ни о чем поговорить больше Все, прохода нет Пойдем посмотрим четвертую Надеюсь у Буя нам что-то тогда показалось Оно уже пропало Это последний из ловушек морала Он ее недавно установил Проверка ее Чистая уже В формальность Камыши вокруг Заброшенного лагеря Ну, дневно покачиваются на ветру Чем позже Ну, чем сильнее вечереть Тем холоднее становится Остатки Лагеря все еще видны на песке Костер давно погас И вы чувствуете Какое-то странное ощущение Посмотреть ловушку Ловушка На ощупь Легкая И тихая Но Чем-то отличается От других Посмотреть поближе В ней нет кузнечиков Логика Но фазмиды Тоже в ней нет Но Можно заорать Она пустая Морал не мог оставить ее пустой Но Присмотреться Ближе Лейтенант изучает ловушку Вместе с вами Ну Кое-что Поработало тут Челюстями Это не означает Что Лейтенант Съел Камышевый монстр Но Ты случайно не видишь Хотя бы Одного Из них Внутри Я вижу Просто пустую ловушку Так это же ее основное свойство Прятаться Руку надо засунуть Восприятие Взгляд Плетение на одной из сторон Немножко Слабее Чем на других Такое ощущение Что кто-то Поднял ловушку И Сильно ее тряс Перед тем Как Обратно положить На землю У меня есть ощущение Что кто-то с этой ловушкой Что-то делал Производил какие-то операции Может быть Она такая большая Что она внутрь Не могла залезть А ела их Снаружи Через сетку А что если Это была Фазмида Если она Забралась внутрь А затем Съела Личинок И смогла Выбраться Возможно Это была Не она Но Морлу все равно Нужно об этом Знать Вообще-то У нас есть ощущение Что кто-то Что-то с этой ловушкой Делал Ким дует Губы Может быть Твой Криптозоолог Перешел Дорогу Какому-нибудь Энтомологу Или Кто-нибудь Еще Пытается Сломать Ему Исследование Помешать Следованием Я бы мог Еще Пару Гипотез Накидать Но Даже Этих Будет Достаточно Для этого Случая А что Это была Фазмида Которая Смогла Забраться Туда Всех Съесть И выбраться Ким Китсураги Точно Он Она могла Выглядеть Не так Как он О ней думал В любом Случае С этим Разбираться Будет Криптозоолог Он Добавляет Для ясности Мы Не криптозоологи Мы Полицейские Снова Смотреться Ну Етить Колотить Вы Проверили Все Ловушки Ничего Не нашли Криптозоолог Ждет От вас Доклад Но Если Это Она Была Она Где-то Здесь Живет Там Не можем Пройти Ну Это Капец Тупик По всем Фронтам А прям Вообще По всем Максимально Просто На стоянку Не прошли Не так Не ся И причем Тут даже Исчезли Зацепки Алкоголь Плюс Физика Минус Мораль У нас Уже Две Бутылки Время 20.00 Можно Побежать В город В гостиницу Можно Спросить О Подписях Дамочек Пускай Бежит Сюда Буду За ним Смотреть На случай Если он Что-то По дороге Тогда На всякий Случай Заглянем Еще разок Если он Заметит Что-то Опять Кружок Появится Ага Эти ушли Ничего Больше У нас Опять В городе Там Дамочка И Кстати Сколько Он Нам 21 Нужен Если Мы Сдадим Бутылки То Мы Сможем Переночевать В гостинице Как Белые Люди Но Нам Деньги Могут Понимиться Для Другого Я Не Знаю Очень Недоволен Поговорим Сначала С молодой Что Она Вообще Думает Сохранимся Всякий Случай О Подписях Вообще Есть же Наверняка Говорили Уже Предлагали Мне попросили Подпись у вас Под документом Поставить Где Это Ее Глаза Становятся Ясными Она Бежит По Бумаге Ага Они Просят Моего Разрешения Согласия На То Что Я Буду Жить Рядом Со С Стройкой Которая Будет Шуметь Что Они Конкретно Строят Эвер Планирует Превратить Часть Побережья В Молодежный Центр Какая Замечательная Идея Кто Мог Подумать Ее Голос Затихает Задумалась Похоже, что она Недоверчиво Отнеслась К Вашим Словам О чем Задумались Вы Знаете Эвер И Его Союз Всегда Имеют Отличные Планы Для Всего Но Я Подумал Что Заботятся Они Все Рано Только О себе Она Встахивает Головой Ладно Я думаю У членов Союза Тоже Есть Дети Кстати Здоровая Мысль Риторика Эти Члены Скорее Всего Имеют Право Голоса Когда Избирают Главу Местного Отделения Кстати Это Действительно Очень Здравая Мысль Так Вы Подпишите Она Задумывается В тишине Смотрит На Море В конце Концов Говорит Да Почему Нет Может Что-то Хоть Изменит Потому что У нее Действительно Вот Это Разруха Но Подтянется На еще Какое-то Время Дети Подрастут Будущего Ни у него Ни у них Нет А так Может Что-нибудь Вроде Дома Пионеров Построит Да Она Снимает Колпачок С ручки Нажимает На Стержень Еще Раз Просматривает Документ Ладно Держите Говорит Она И подписывает Бумаги Возвращает Их Вам Стойте Почему Так Просто Подписали А что Не должна Была Да В общем-то Нет Это Дом Молодежи Почему бы Вам Не подписать Так Так Об этом Я Вас И Спрашиваю Она Склоняет Голову Это Молодежный Центр У меня Есть Дети Мне Нужно Хоть Что-то Для них Сделать Для Их Будущего Пока Что Они Милые Маленькие Но Они Растут Очень Быстро Я Первый Раз Пришла Домой Пьяный Когда Мне Было 12 11 Потому Что Мне Нечем Было Больше Заняться В Любом Случае Вам Также Нужна Подпись Изабель А Если Эта Идея Плохая То Она Не Подпишет Уговорить Ее Будет Сложнее Чем Меня Логика Звучит Логично Как Рабочий Человек Она Всегда Очень Скептически Относится Ко Всем Изменениям Похоже Что Изабель Тут Главная Между Прочим Эта Коляска В море Моя Она Смотрит Указом Вами Направлении Наверное Хорошая Машина Почему Она В море Это Композиция Смучается Облизать Губы Очень Концептуальная Я Напился И Утопил Ее В море Официальное Расследование Было Начато Мной Чтобы Определить Это Мадам Извините Это Был Несчастный Случай Она Смотрит На вас Прижимает Плечами Похоже Коляски Конец Если Вы Спрашиваете Мое Мнение Вы Предлагаете Возьет Последние Почти Остатком Моей Машины Ну Она Сказала Похоже Ей Осталось Такое Захоронить Предлагаете Сдать Последние Почти Да Похоже Она Их Заслужила Не Думаете Ли Покинуть Службу Таким Образом Странная Идея Но Возможно Что-то Подобное Должен Сделать Я Подумаю Почему Странная Наши Вещи Также Часть Нашего Мира Котором Мы Живем Они Сделаны Людьми И Служат Вместе С людьми И Разделяют Их Историю Нам Нужно Ни Заботиться Так же Как О себе И о людях Вокруг Ну В некотором Смысле По крайней Мере Концептуализация Окружающий Мир Кто-то Перечитал Гаталдеанских Философов Прошлого Столетия Не Не Облажайтесь Тут С Ответом Не Очень На меня Производит Впечатление Определенное Не Не Заинтересован В этом Ну Ладно Я В деле Но Организация Процедура Наверное Много Времени Усилий Займет Не Так Ну Ну Да Говорит Она С Усмешкой Вы же Раньше Июня Из воды Не Достанете Да И Где же Вы Похороните Кого Пригласите На Процедуры Какая Музыка Будет Играть Найдите Кого Нибудь Опытного В этих Делах И Позвольте Им Заняться Этим Вопросом Укицараги Скоро Глаза Будут Такие Же Круглые Как Очки На Нас Глядя Ну На На самом Деле У нас На Это Совершенно Нет Времени В любом Случае Лейтенант Смотрит На Вас С Симпатией Вернемся Здесь Сюда В Июне И Посмотрим Что Можно Сделать Будет Тогда Она Все равно До этого Времени Никуда Не Денется Очень Жаль Что Мы Не Можем Делать Каких Нибудь Больше Необязательных Дел Например Восстановить Коммерческий Центр Заброшенный Или Еще Что Нибудь Кем Смотрит На Вас Практически Нежно Да К сожалению Не Можем Но Сейчас Давай Сосредоточиться На Вещах Которые Мы Обязаны Делать Продолжим Расследование Убийства Я Ищу Кого Другого На Сам Деле И Кого Ж Никого Я Пошутил Вот Кош Спасибо За Понимание Ну Что Бабулю Попробуем Сразу Расколоть Сходу По Горячим Так Сказать Следам Такое дело Бабуля Подпись Ваша Нужна Протянуть Ей Документ Да А о чем Тут Она Сощуривается Читает Документ Да ладно Я не могу Прочитать Это Мелкотню Расскажите Мне О чем Документ Эверт Хочет Превратить Часть Заброшенной Деревни В Дом Молодежи Она Подносит Бумагу Очень Близко К лицу И Пристально Ее Изучает Я Конечно Наполовину Слепа Но Похоже Судя По схеме Часть Деревни Станет Улицей Лучшая Часть Деревни Такая Часть Что Нам Придется Оставить Свои Дома Я Вижу Что Лильен Уже Подписала Так Девочка Слишком Доверчива В любом Случае Я Не хочу Подписывать Бумаги Союза Она Обратно Возвращает Вам Конверт А Почему Вы так Против него Настроены Потому Что Я Видел Их Уже Много Раз В деле Вы Думаете У них Мысли Только О Нас О Наших Интересах Богачи Всегда Продают Бедняков Обещая Им Лучшую Долю И Рассказываем О громадных Планах Она Достаёт Красную Огромную Перчатку Из чана Ей Обратно И бросает Тряп А затем Бедняков Выпирает Из их Собственных Домов И Богато Становится Ещё Немного Богаче Так Это В мире Работает Так Что Нет Я Не Верю Жирняку И Так же Как Вам Не Советую Ему Верить Риторика По Её Мнению Союз Прав Нет Союз Прислуживает Богатым Потому что Эвер Жирный Это Очень Простая Логическая Связка И вы Не сможете Её Изменить Наше Самообладание А у Нё Голова Ясная Но Здесь Есть Маленькая Нестыковка Возможно Вы сможете Её Убедить Мг Белая Проверка Нам Нам верят Как Квартиросъёмщику И Харьер Хорошее Имя Сагешин Четыре Интеракт Мы что-то можем А Пока нет Нам Нужно что-то Минус Один Петилёк Рубашка В минус И Всё Три Очка У нас Но Можно Бахнуть Вот так Но Другой вопрос Стоит ли Верим ли Мы Настолько Эворту Да что Такое Почему Поехало Всё Чтобы Так Ради него Стараться 58 Плюс Очко Будет 72 Не знаю Давайте Подождём В Следующий раз Подумай В следующий раз Наверное Мы ещё Успеем В город Смотаться Сдать Бутылки И Там Поговорить Я хочу Накинуть Обратное Почти Одинаковое Ох Продолжение следует... Сможем успеть там встретиться с криптозоологом, я надеюсь, сдать бутылки и поговорить с женщиной, который книжками торгует, потому что мужчина, которого мы нашли на пирсе, и надо сообщить еще, кстати, в этом случае, в параде поговорить, там дел хватает, пока что время еще есть, здесь, к сожалению, в церкви все обломалось вообще полностью, с ловушками только вот получилось, так что побегаем еще туда-сюда, а на сегодня все, спасибо вам за внимание, всем доброго, удачи и пока. Обидно, если в шляпе, которую мы отдали девушке на льду, то как раз вот это убеждение и было. Ну, сейчас уже ничего не поделаешь.